В Беларуси старый новый репрессивный тренд – аресты за донаты. Да, задержание за пожертвования и солидарность с рублем бывали и раньше, но сейчас они принимают систематический и массовый характер. Недавно под удар попали айтишники, которых начали вызывать в так называемые правоохранительные органы и даже вымогали откупные. Нужно было перечислить деньги в пользу силовиков, чтобы на тебя не заводили уголовку за финансирование протестов. Теперь же под прицелом оказались и другие белорусы. Откуда же у силовиков данные тех, кто донатил? Кого они могут найти и что делать в таком случае? История выглядела так, что общий объем данных был получен силовиками через белорусские банки. И как раз таки банки показали, что те люди, которые осуществляли донаты в промежуток с определенного времени, по определенное время, заинтересовали белорусских силовиков. Скорее всего, это те люди, которые донатили во время активной фазы протестов, это где-то середина августа и до конца 2020 года. Из того, что известно сейчас, самое большое внимание силовиков привлекли айтишники, как люди, которые делали донаты самые большие, из которых можно, в принципе, истребовать еще какую-то сумму дополнительную. Но, судя по всему, там не удалось состричь тех купонов, которые планировала белорусская ваз сделать. И они пошли по более широкому кругу. И сейчас сложно сказать, по какому принципу отбираются те люди, к которым обращаются, с предложением, от которого невозможно отказаться. Но из тех данных, которые у нас есть, это люди самых разных категорий, из разных слоев населения. И люди, в том числе, которые донатили совершенно небольшие суммы. Пока это выглядит как рандом, в том числе, для того, чтобы нагнать как можно больше страха и угроз для тех людей, которые поддерживали и поддерживают демократические перемены в стране. В целом, существует законодательство в Беларуси, так же, как и во всем свете, которое забороняет финансирование террористической деятельности, легализацию доходов, отриманных злочинным шляхам, и финансирование организованной преступности. Ну, то, бак, коли гэты гроши идут на некие злочинства, то, конечно же, донатись на такие меты заборонено. Гэта контролюется, для гэтага адповедная финансовая и юридычная процедуры, але у той ситуации, яку вы разглядаем мы, конечно же, немая ніякого дачынення яна до гэтых инструментов, які накерованы на тое, каб оборонить увесь свет от финансовых потоков, які идут на гандаль зброей, гандаль людьми, наркотиками, ядровыми атыходами и датагопадобными рэшами. Як мы бачим, беларусов имкнуться прицягнуть до отказности, в принципе, за усе, что захочется представникам режима, и, конечно же, они спрабуют сказать, что отбывалось финансовання протестной дзейнасті, хотя небыта я не ведаю законодавсты забароны на тое, каб выражать нейкое свое меркавання адносна политычной, цей экономичной ситуации, якая отбывается в Украине. Ну, але ўсе уже празвычайляся до того, что протестная дзейнаст равно злочинная дзейнаст. Ёсць організація, які признаны экстремистскімі форміраваннімі, ёсць крыніцы інформація, які признаны экстремистскімі, ёсць асобныя постыці, які адносяцца да асоб, які датычны ці да экстремистскай, ці да террористычной дзейнасті. У принципі, мне падаецца спрабываць ў гэтым разабрацца немая ніякага сэнсу на сённяшній дзейн, таму, што, калі адзін беларус акажа дапамогу другому беларусу свайму суседу, нема ніякай гаранты, што заутра гэты сусед не апыняцца ў нейкіх спісах КДБ ці губазіка і да таго чалавека, які яму дапамог, з прычыны абсалютна не звязанай з нейкай політычной дзейнастю гэта можа быць, я не ведаю, там, зборна падарункі на дзейн нараджэння, ахвераванні на лекі, дапамога жывёлам, ці нешта іншая, людзі збіраюць грошы, што дзейн вельмі шматныя кіемэты, але гэта ўсяго толькі падстава для таго, каго быта нібыла выклікаць на допыт, і там ўжо ў працэсі гутаркі раскрушваць па максимуму на тое, на што, ну, удастся раскрутіць працтавнікам рэжыма. Я не спецэціаліст ў тыхнічных моментах, але з таго, што нібыта ляжыць на паверхній, і што ўжо коментавалі іншэя експерты ў дадзінае сферы. У першу чаргу шукаюць донаты з дапамогае аккаунта на фэйсбуку. І рекамэндація былі, нажаль, выдаляць свой аккаунт, калі цябе выклікалі, ты збіраешся істі на гэтую размову, допыт і так далей. Ну, не толькі на фэйсбуку, напэлна варта выдаліць ў прынцапе ўсе аккаунты ў сацетках, калі ў вас ёсць хацяб маленкі сумнеў пра тое, што там можа быць фотосдымак з протэстаў, з неякай символікай, са сполушэніў коляру, што ў вас ёсць падпіскі на тые каналы ці асоб палітычных, де яких зараз ёсць ўвага з боку працтавніков рэжыма. Тобак, лічбывая безпека, насустрэшу істі або без тэліфона, або с шыстым тэліфоном, і, канешні ж, пачыстіць ўсе свае саціяльныя сэткі. Бо большасць справ раскручываюцца мінавіта з таго, што непасрэдна знаходзець на лічбывых носьбітах. Або ў тэліфоні, або ў ноутбуку, ў камп'ютары, ў воблачным сховішшы працтавнікі рэжыма. Гэта першы момант. Другі момант ўсё ж такі варта не забываць, што згодна з якой-ніякой констытуція і крымінально-працессуальным кодэксам ніхто не абавязаны свецчыццу праць сабе. Тому, калі ў вас пытаюць, на што вы данацілі, куды вы піраводзілі грошы, можна казаць, я не памятаю, я раблю дзясяткі данатаў, што дзень, што тыдзень, што місяць, я ў вогулі вельмі актыўны чалавек. Можа гэта былі дапамога сабашкам-котікам, можа быць гэта былі нейкі зборы на червоный крыш, а можа быць ў вогулі я ў БРСМ ці Белую Русь данаціў, ось, ну, хоць забійні памятаю. Калі даведаецецца, ну, будзім далей разбірацца, як бы давайці нейкі там выпискі прыносцца ў банка, запытвайцца ў вас ёсць на гэта паўнамоцтва, калі ласка, я згодны вам ўсім, чым магу да памагчы, але ось память адбіла, не могу сказаць. Данаціў так, на што, ну, столькі часу прайшло. Гэта, напэвна, будзе самай лепшай пазіццаў, не треба, конечно, обвострадь ситуаціў, разумеючы, што па той бок не люди, а по стаці, які мкнутся, притягваць до адказности ўсё больше и більш беларусов, але разом с тым можна просто казаць, не памятаю, не ведаю, згодны супрасовнішіся, але, нажаль, ншим не могу да памагчы. За всем, што прайшходит в Беларусі, следим каждый день и на нашім ютюб-канале, и на сайте маланка.медиа. Читать нас удобнее всего при помощи приложения. Устанавливайте по ссылкам в описании к этому видео.